В середине прошлого века наша страна была в числе лидеров в компьютерной сфере. Например, в 1958 году советский суперкомпьютер М100 стал самым быстродействующим во всем мире. А уже в 60-е для планово-экономических расчетов в масштабах всей страны использовались ЭВМ Минск. В качестве центрального процессора обработки радиотелеметрической информации используется вычислительный комплекс. Но после развала СССР IT-индустрия оказалась в глубоком кризисе. И вот спустя годы в России создают первый отечественный ноутбук. Родиной его стал шуйский завод Aquarius. Это одно из немногих предприятий в стране, где производят собственные электронные компоненты. Осталось только соединить их в одном устройстве. Вот так выглядит ноутбук Aquarius NS565. Компактный и достаточно легкий. Все характеристики на уровне конкурентов. 15-дюймовый HD-дисплей, клавиатура с подсветкой и все современные порты HDMI и USB Type-C. А самое главное, этот ноутбук полностью до последнего винтика собран на российском заводе. Но чтобы ноутбук официально был признан отечественным, просто собрать его в России недостаточно. Нужно выполнить целый ряд требований Министерства промышленности и торговли. Самое главное, чтобы и разработка, и весь производственный цикл тоже были российскими. Мы занимаемся не только сборкой, но и инжинирингом, и производством компонентов, таких как системная плата, модули оперативной памяти. Именно эти требования к нам предъявлял Минпромторг для получения сертификата. Но не все компоненты по критериям Минпромторга обязательно должны быть российскими. Хотя в модели NS565 из иностранного только процессор. Зато и материнская плата, и оперативная память. Все производится на шуйском заводе. Здесь достаточно сложный технологический процесс. То есть, для примера, плата ноутбука состоит из более чем 300 компонентов. Их нужно установить на плату с определенной достаточно большой точностью. Впрочем, купить шуйские ноутбуки в обычном магазине электроники не получится. Их выпускают только под заказ для государственных и корпоративных компаний. И не только ноутбуки. На заводе производят моноблоки, рабочие станции и много других устройств. В ближайших планах создание первого российского планшета и серверной системы. Их разработка уже идет полным ходом. Филипп Ярошенков, Армен Маркарян. Вести. Шуя.